Начнем, блять, с моих любимых оливавян, блять. Пошли вы нахуй, курбы ебаные. Сука. Мамки, которые уебывают за границей своими личинками, мужья переезжают жить там к друзьям или там к бабушкам, и снимают свои хаты, вернее, сдают за охуевшие бабки. Еще этим друг другу понтуются. Ой, прикинь, а мама из Мариуполя с тремя детьми сдала двушку в центре Львова за две с половиной, блять. А я сдала там какой-то еще семье за три трешку, блять. И стоят нахуй этим понтуются, гордятся тем, что они наживаются на чужом, блять, горе. Если слышать русскоязычную речь, в магазине, на базаре, где угодно, у тебя резко прыгает прайс. Пошли вы нахуй, люди такие, блять. Итак, дальше прикол украинской мовы. Упомяну момент того, что я добре розумью украинскую мову, я гарно разговариваю украинскую мову. И когда адекватная людина начинает за мной спілкуватися украинскую, я нормально переключаюсь в тот же момент на украинскую и нормально говорю. Но когда человек заставляет меня говорить на украинском, крича, что я москальская, сука, курва, пошел он нахуй. Мы живем в свободной стране. Хочу, хожу, блять, в чем угодно. Хочу, говорю на любом языке. Вообще, сука, смысл языка? Быть понятым и чтобы тебя понимали люди, чтобы ты понимал человека, и человек понимал тебя. Какой-то язык не колышет абсолютно. И так, Мальвина, пиздуйте, воевать называется. И воеване считают, что воевать нужны только те мужчины, которые жили в городах, где началась бомбежка и военные действия. И никого не колышет, что уже все военкоматы нахуй переполнены, даже Арестович орет, что все, патроны, хватит, баста. Людей слишком много, у них какое-то тупо оборудование. Никого ты не колышет абсолютно почему-то. Я уже молчу по поводу того, что, сука, сейчас воюют мужики русскоговорящие. Харьков, Донецк, Луганск, Мариуполь, Одесса. Это все города русскоговорящие. За редким случаем есть единицы, которые говорят на украинском языке. Но это никого никогда не колыхало. И, блядь, если бы не русскоговорящий фронт, ваш ебучий бы Львов разъебло, сука, нахуй. И да, я считаю, что я имею полное право так говорить, так я прожила в этом городе более двух месяцев. Постоянно не сидя дома, а постоянно перемещаясь по городу, общаясь с людьми. И теперь, моя, сука, любимая. Что вы нашли красивого и охуенного в этом городе? Он выглядит реально, как будто он уже после бомбежки. Там по реставрации плачут 90% вообще зданий. Да, он местами красивый и исторический, но я не знаю, куда вы, сука, смотрите. Там каждый просто, блядь, колонна, каждый, я не знаю, фасад дома просто обрушенный. На половину загнивший, на половину отваленный и аварийный. Да, окей, там есть две-три красивые улицы в центре, которые как-то освежили. Но, блядь, вообще сравнивали парк, любой вообще, вообще любой рандомный парк, или они во Львове и в Харькове, это, блядь, небо и земля. По поводу мусорок и мамочек все просто. Их там просто нет. Чтобы в Львове выкинуть где угодно мусор, ты должен пропиздячий, блядь, полгорда, найдя, сука, хотя бы вот такую вот урночку, блядь. И вот честно, я вам отвечаю. Я в этот ебучий город, вернусь максимум, блядь, через пять, и то, сука, проездом выйду на вокзале, покурю сигаретку, блядь, и выкину ее, нахуй, в ебало, блядь, и ешь мамки, блядь. Сука, вот правда, у меня не система настолько перестала вывозить ебучий Львов, я бы лучше сидела потом с реалами в Харькове, чем в ебучем Львове, блядь. Я оттуда съемалась лишь потому, что я понимаю, что еще, блядь, недели, и мы увидели по всем нахуй пабликам русскоязычная украинка, блядь, отпиздила до полусмерти мамку с тремя детьми во Львове, блядь. И причем в то время, когда в Харькове Днеприя, где угодно люди друг с другом стоят горой, помогают с губернитаркой, делят документарные какие-то поставки с соседями, с друзьями, с близкими. Тут люди, блядь, сука, тебе кусок хлеба продают за 50 гривен. Субтитры создавал DimaTorzok